Всем привет, мои хорошие! Вы на ютубе секс-блогера Павла Ульяна. И я давно не выходила на прямой эфир, но я это исправлю и хочу каждую четверг или вторник. Или, может быть, среду, выпускать свои ролики, напишите, когда будет вам актуально их просматривать. Жду ваше мнение в комментариях. А у нас сегодня видео обо всём и ни о чём. Полная импровизация, инклюзив и так далее. Небольшой такой мой вложик. На самом деле, в данном видео я хочу вам показать, что мне подарили на 25 лет, на мой день рождения, который прошло вот-вот. И просто сделать ампакинг и поделиться с вами годными лайфхаками того, что можно сделать, допустим, как нарисовать классные стрелки, очень удобным, классным способом. Или что подарить своей подруге, своему другу на день рождения или на любой другой праздник. Кстати, занятный факт, я стала мамой! На самом деле, мамой двух жирностей. Ну, вот эта вот кошка соседки, её зовут Луна, она у нас уже давно живёт, а это стал мой котик. Я нашла его на улице, это мой личный помоечный кот. Его зовут Аид. И они счастливы вместе! Или не очень, блядь! Но история, конечно же, не о них. Я осталась вся в шерсти. Найс! Мама, кошка! Наверное, первым делом я бы хотела похвастаться классными букетами цветов, которые мне подарили друзья и папа, потому что, блин, цветы это круто, это приятно, это потрясающе. Когда мой отец вошёл с этим букетом домой, я такая... Единственная машина, которая дарит эти цветы! Я была очень рада, это прям потрясающе. Но у меня к вам вопрос, так как я писткикнув дел мастер, но не цветочник. Как сделать так, чтобы цветы стояли дольше? И их красота сохранилась намного дольше. Подскажите, пишите в комментариях. А из чай забавных фактов, этот цветок меня побил. В общем, мой новенький котик... Новенький котик. Мой кот Аид, он является котёнком, поэтому он очень-очень игривый, блядь, сейчас, на данный момент времени. И в связи с этим ночью он любит играть. И у меня на подоконнике стоят все мои цветы, и как-то ночью я просыпаюсь от того, что рядом со мной падает ваза, бьёт меня по лбу, и я оказываюсь вся мокренькой. Мне нравится быть мокрой, но не ночью, блядь, перед работой. Такие дела. Ещё моя лучшая подруга подарила очень классные букеты мне и моей маме. Вот такие вот. Мне очень нравятся подобные букеты, подобного формата, потому что в них внутри есть там... Оазис. Как я узнала? И они дольше сохраняют свою красоту, потому что стоят и подписывают... Подписывают... Блядь, ну давай. Подпитываются водой уже внутри цветов. Вот. И я на самом деле рада, как и таким цветам, как и даже такому букетику. Ну, блин, цветы это просто прекрасно. Мне так кажется. Никогда, никогда не скажу своему будущему мужику, что не трать деньги на цветы. Трать. Также, так как день рождения это период подарков, и... Это очень классно. Я изначально составила свой виш-лист, свой список того, чего я хочу. Что мне нужно, на что мне либо не хватает денег, либо нет времени сходить купить это, или что-то там ещё. По тем или иным причинам. Забавный факт, я когда маме скинула свой виш-лист, она... Там 50 где-то пунктов было. Она такая, типа... А ты ням, ням, это всё, что ли? Я говорю, ну, можно да, конечно. Но смысл виш-листа в том, что под свой бюджет, под свои возможности, ты выбираешь один или несколько пунктов и даришь это человеку. Но человек будет 100% рад, потому что он сам составлял этот виш-лист, и апреле ему нужны все те штучки, которые он загадал. Но первоначально я вам покажу то, что купила для себя сама, что я подарила сама себе, потому что... Ну, потому что у этой классной красотки день рождения, и я должна была бы радовать себя. Я люблю настолки, и мне очень нравится играть в настолки вместе с друзьями, и я решила вот такие вот две настолочки себе купить. Первое это Imaginarium. Я думаю, многие играли в игру Imaginarium, но если нет, вкратце расскажу, что это игра на ассоциации. Это игра, где не нужно очень много ходить или так далее, но ты развиваешь свое сознание, свою фантазию, и плюс ко всему очень круто можно узнавать твоих друзей, близких, ну, с теми, с кем ты играешь, потому что иногда, когда выпадает, знаете, какая-то ассоциация, и ты видишь картинку человека, который разгадал эту ассоциацию, и такой, блин, чел, почему это у тебя ассоциируется с этой картинкой? И ты узнаешь много нового о человеке. Также я купила вот такую вот игру Тик-так Бум. Я очень ее советую, если вы хотите какую-нибудь драйвовую классную игру, или вы, если любите какие-то, ну, такие быстрые игры. В чем суть игры? Там есть кубик, бомбочка и буквы. Вы кидаете кубик, и кубик определяет следующие правила следующего круга. Когда вы кинули кубик, вы достаете, допустим, вот любое слово. У нас сейчас рез. Это значит, что на кубике то, что выпало вы, либо можете загадывать слова, чтобы окончание или середина слова заканчивались на рез, но не в начале, либо же, чтобы в конце не было предлога рез, либо вы можете загадывать слова, где везде может использоваться предлог рез. Например, резник, порез, трезвый. И это очень классная игра, потому что, во-первых, когда вы, соответственно, начинаете игру, вы включаете бомбочку. Она в любой момент может взорваться. И смысл игры еще классный в том, что вы должны как можно быстрее придумать слово и следить за тем, чтобы все соблюдали правила игры. А учитывая то, что бомбочка постоянно вот так вот делает... Это очень сильно напрягает. Особенно, если вы пьяный, особенно, если вы большая компания, и надо быстро передать эту бомбочку и еще уследить, чтобы ваш сосед верно исполнил правила игры и не сказал, например, крестик. Ну, вроде как, да, созвучное, но при этом... нет. Но в критической ситуации вы можете пропустить такого игрока и даже не услышать то, что он вам напиздел, откровенно говоря. Что-то это долгий кон какой-то был бы. Срэш? Если вы любите играть в компаниях или классно проводить время, прям очень рекомендую эти игры, прям... Ну, мне они очень заходят. А теперь пойдем к распаковке подарков! Конечно же, самым первым пунктом девочки у меня был, естественно, это деньги, как бы. Деньги лучший подарок, я так считаю. Я благодарна всем подписчикам, кто скинул мне денежки, в зависимости от их возможностей, потому что... Блин, классно! Я потратила их на то, что давно хотела, и, блин, спасибо вам огромное! Деньги это круто! Люблю деньги! Да! Бич! Угу! Раньше всех меня поздравила моя подружка Алена вот с такой вот классной пакетики, потому что я тогда грустила, она ко мне приехала. Это, кстати, девочка, которая тоже была на меня подписана, но и сейчас она на меня подписана. Мы с ней познакомились в моем личном чате с нюсами. Такой закрытый чат, где у нас есть определенные правила, где все проходят проверку, и также мы удаляем за неактивность, потому что нам важно, чтобы люди общались друг с другом классно, проводили время, знакомились и так далее. Если вы тоже хотите мой чат, посмотрите, пожалуйста, в Телеграме, я оставлю ссылочку внизу, как туда попасть. И так вот, мы подружились с Аленой, соответственно, в этом чате, познакомились, она тоже с Москвы, и она мне подарила вот такой вот подарочек. Я просто весьма восторгливая, потому что тут, в принципе, все то, что я люблю, кроме одного — это блокнотики. Нет, я обожаю блокноты, но, знаете, это скорее из серии какого-то убийственного, не знаю, маньяческого желания обладать всеми блокнотами в мире, потому что... Это трэш. Потому что я в них особо не пишу. Но на самом деле, как оказалось, этот блокнот мне очень сильно пригодился. Я недавно записалась к коучу, потому что я чувствую себя неорганизованной, я очень много чего не успеваю, и из-за этого мне очень грустно. Поэтому это видео выходит не на следующий день после моего дня рождения, не 23 февраля, а... Ну, дай бог, чтобы в середину марта оно вышло. Записываю я его 2 марта. Ну, как... И поэтому сейчас в этот замечательный такой вот тетрадочку я записываю все свой распорядок дня, расписание, и стараюсь ему следовать. Поможет это или нет, вы узнаете, наверное, после следующего видео. Также я очень давно хотела белую тушь. Это просто потрясающе. Она вот так вот выглядит. Это просто какое-то великолепие. Она, в принципе, очень хорошо ложится на ресницы. Я вам тут покажу фотографию, где я уже накрасилась этой белой тушью. Мне она очень понравилась. Алена, спасибо вам огромное. Так как я любитель ярко краситься, я, конечно же, включила свой виш-лист. Это косметику. Вот такие вот тени от компании... Какой? Смотрю в книгу, вижу фигу. Там же написано Эйвелин, Ульяна. Хуй пойми какой. Но в целом они все очень хорошо пигментированы. Вот. И очень хорошо ложатся. То есть цвет у них прям роскошный, потрясающий. Поэтому если вы где-то увидите такую палетку, я прям ее рекомендую. Мне очень нравится, как она пигментируется. И прям хороший, достойный цвет получается. От секс-блогера к визажистам. Также в подарке было, конечно же, смазочки на силиконовой и водной основе. От компании... Интернал Дезер. Ой, вообще пойми, что это такое. Мы это будем тестировать отдельно. Но я рада, потому что смазки это всегда хорошо. Смазки много не бывает. А еще Алена, наверное, подумала, что в скором времени у меня наконец-то будет секс. И она подарила мне вот такую вот игру. Правда или наказание? Игра для двоих. По сути, я ее не доставала, я не знаю. Но тут есть фишечка, где она переворачивается. Правда или наказание. Я так понимаю, вы ее подкидываете и начинаете играть. Из первых лотов... Корми своего партнера сладостями. Мне интересно, справилась я бы или нет. Если вы хотите быть моим подобным кроликом, пишите в комментариях. Так она и вышла замуж. А теперь почитаю несколько правд. Опиши свое поведение в постели с тремя словами. Страстная, пошлая, слюнявая. Ну, страстная это Катя, птикрица. Пошлая, ну, в принципе, такая тоже открытая мадам. Ну и плюс мне нравятся всякие игрушки, всякие приблуды в постель тащить. А слюнявая я очень люблю поцелуи. И мне нравятся вот такие вот прям... Ну, чтобы поцелуи такие были прям... Обожаю целоваться. Ох, я не могу. Ну и, в принципе, когда минет еще делаешь, там... Во время секса ты предпочитаешь, чтобы твой партнер молчал или громко стонал. Ненавижу молчунов. Такое ощущение, что ты просто ебешься с призраком. Я не знаю. Занимаешься сексом просто со стенкой. С бездушным дел, да, кое-как у меня много. И зачем мне тогда ты нужен? Я обожаю, когда человек издает какие-то звуки. И тем самым он показывает, насколько правильно ты действуешь. И насколько классный ваш, получается, вот этот вот совместный досуг. Потому что, когда особенно ты занимаешься оральным сексом, звуки очень важны. Потому что, когда ты, извините меня, как бы такая... Ты будешь звуки издавать? Ну, ты не понимаешь, куда ты двигаешься, нравится ему, не нравится. А потом оказывается то, что он, не знаю, там распускает потом те слухи, что ты плохо сосешь. И ты просто не понимаешь, что вообще происходит и так далее. Поэтому звуки это круто. Обожаю, когда есть звуки. Кроме, когда это не совсем гринж. У меня был очень-очень давно один мальчик. И он как-то сказал... Это было поздно Доги Стайл. И он в момент говорит... Вот есть dirty talk, да? Это грязные словечки во время секса. Типа, ты моя шлюшка. Ты моя шлюшка. А есть какой-то кринж. И он мне тогда сказал то, что... Ммм, твоя задница такая же большая, как трактор. Блядь, такая жирная. Я тебя так хочу. И я просто такая... Чего, блядь? Это было максимально невозбуждающе. Поэтому в этом случае лучше молчать. В каком возрасте случился твой первый поцелуй с языком? И с кем это было? Это была моя подруга детского сада. Мы с ней очень давно не общались после детского сада. И в какой-то момент я такой очень мечтательный, очень тонкой душевной организацией человечек. В 10 классе я достала альбомы с детскими фотографиями. И я начала смотреть там фотки. И, собственно, я нашла фотографии вместе с этой девочкой. Передалась воспоминаниям, как мы дружили, как было классно в детском саду. И потом подумала, блин, а почему мы до сих пор как бы не дружим? Вот. И по итогу мы, собственно, связались, списались, начали опять активно общаться. А у меня на тот момент, мне было 16, у меня на тот момент была лучшая подруга в новом городе, где я жила. Ну, в пригороде, в Подмосковье. И, собственно, на одной из пьянок, вот эта вот моя новая подруга, она такая, типа, говорит, давай, давай поцелуемся, уже я. Но я говорю, нет, нет, мой первый поцелуй должен быть с мужчиной. Я с тобой целоваться не буду. На что моя подружка такая все пыталась, пыталась до меня докопаться. Насилие, булим, ужасно. И после этого, собственно, она от меня отстала. И в какой-то момент она опять ко мне пристает, и я начинаю с ней целоваться. Она говорит, Ульяна, ты же говорила, что твой первый поцелуй должен быть с мужчиной. И тут флешбек. Относительно недавно, до второго случая, я встретилась вот с этой подругой детства. Мы тоже, ну, пригубили на квартирке. И в какой-то момент она зажала меня в проходе в коридоре. И так на меня посмотрела. Я еще пьяненькая была. И она, короче, начала меня целовать. Когда она меня поцеловала, я такая, ну, мой первый поцелуй должен был быть с мужчиной. Ну, тогда я уже приняла свою судьбу. И, собственно, да. Тарап-парап-пам. Ну, не плюзок, не плюзок. Такие дела. Если вы хотите, чтобы я продолжила отвечать правду на вот эти вот карточки, пишите в комментариях, сделаем видео. А пока поехали дальше. Мои родители подарили мне ноутбук. Я этому безмерно счастлива, потому что я очень давно его хотела. Я уже думала брать в рассрочку, так как, ну, нет сейчас такого возможности прямо здесь и сейчас его сразу купить. А так как у меня есть только телефон, это все, что у меня есть. Это все, с чего я смотрю фильмы, сериалы, чем я занимаюсь. У меня уже лет 10 нет ничего, кроме телефона. Я очень хотела ноутбук. И, собственно, родители мне подарили ноутбук. Это, блин, прям превосходно. Сейчас он... Я вам не покажу его Unpacking. На нем устанавливают моя подруга программы. Все необходимые мне, потому что я, опять-таки, в писячных делах я мастер. А вот в всяких компьютерных делах я такая, блин, куда я жмала, я не понимаю. Вот. Дальше ведет мой брат. Мой младший брат. У меня есть младший брат. У нас разница 9 лет. И мой милый мальчик, мой милый малыш. Для меня он всегда будет пятилетним ребеночком. Ему уже 16, он выше меня ростом. Но это не важно. Он мне подарил то, что я давно хотела. Это термос. Термос. Такой вот. А-а-а. Блин. Я просто думала... Когда он мне дарил, я видела такую зеленую упаковку. Я думала, ля, они наебали. Он специально, наверное, выбрал такой нежно-розовый под меня. А я сейчас увидела, что с этой стороны тоже нежно-розовый. Короче, да, термос. Термос классный, крутой. Он его сказал на Vibris. И я не думаю, что он стоит дорого, так как это мой брат у них, совершеннолетний, он не зарабатывает. Но, тем не менее, термос прям очень крутого качества. Я ему уже пользовалась. И, блин, это классно. Моя лучшая подруга подарила мне очень классный фотоколлаж. Он остался на даче у родителей, собственно, где мы отмечали. Вот. И там, я сейчас покажу вырезки вот тут вот. Там написано, как вот в этом меме из тиктока. Сначала он, а потом уже Ариана Гранде, Леди Гага и все остальные. И там написано, она презентует мне этот фотоколлаж и говорит, Ульяна, я очень рада, что ты развиваешься, что твой блог развивается. Ты очень хотела всегда с детства быть медийной личностью. А мы с этой подружкой знакомы с моим 10 лет, с 4 класса мы вместе. Вот. И она говорит, ну, пожалуйста, не зазвездись и не забывай о своих друзьях. Сначала типа мама, папа, брат, Вика, Катя, а потом уже Ариана Гранде, Леди Гага, Ники Минаж и все остальные. И это был прям, ну, классный и смешной подарок. Еще этот коллаж, это просто восхитительно, замечательно. Я очень долго ржала, а мама захотела оставить себе. Ну, потому что это круто. И, в принципе, у меня от дачи есть в своей комнате, поэтому буду приезжать и смотреть. А еще она подарила вот такой вот эманджинариум сумчатый. Вот. Очень тоже клевая игра. Ну, собственно, как и полноценный эманджинариум, но классный в том, что его очень легко носить. Если вы хотите куда-то пойти в бар и не просто пить, а, допустим, ну, что-нибудь прикольным заниматься, то вот этот маленький формат классной игры эманджинариум отлично подойдет. Едем дальше. Разбавлю немножечко такой вот мой правильный обзорчик страстной ноткой безумия. Это, короче, я уже года два или три сотрудничаю с секшопом Тизи. Мне они нравятся, потому что они позиционируют как такой у себя нежный секшоп, как потрясающего формата, с низкими ценами, с доставкой по всей России. И также мы с ними, ну, сотрудничаем. У меня есть промокод «Иди гулять», дающий 15% скидку на все у них там. Это бессрочный промокод. И они меня тоже поздравили с днем рождения. Они подарили мне вот такой вот вибратор. Джеки-ди-мини! Я пробовала в Максе. Ну, изначальный формат этой игрушки. Дживай – это великобританский бренд. Они делали раньше свои игрушки очень большими. Они классные, они мягкие, они потрясающие, но не всем подходит диаметр и длина их игрушек. И некоторым дамам больно, но и мне. Но они выпустили маленькую версию их игрушечек, и я такая «Давайте, давайте мне на обзор!» А еще для тех, кто в курсе, они изменили свои упаковки. То есть теперь это вот такая вот коробка, а не тут. В коробке меня ожидала вот такая вот открыточка. Написано «Цвети и пахни», и написано «Дорогая Ульяна, поздравляем тебя с днем рождения! Желаем быть собой, слушать свое сердце, любить и верить в то, что ты все сможешь!» Спасибо, ребят! Ну и, соответственно, вам для сравнения. Это был изначальный размер всех игрушек от компании Дживайр. У меня сейчас в руках Джи Джек. А это новые их игрушки, мини-версия. То есть есть и Джи Джек мини-версии, есть и Джи Кенди мини большой версии. Вот так вот они изменились и по объему, и по габаритам. И это прям потрясающе, потому что на самом деле к Джи Джеку нужно максимально возводиться и максимально быть подготовленным. Потому что, ну да, объем и размер, он, конечно, дает максимальное чувство на полности и очень круто-классно, но все-таки сразу, грубо говоря, с ноги не влетишь. Даже учитывая большое количество смазки. А с мини-версией все намного проще и удобнее. Это прям потрясающий кролик. Если ты со средней или низкой чувствительностью, если ты ищешь классный кролик для техники мозг, для своего удовлетворения, если ты не можешь получать только оргазм от вагинального проникновения и вагинальной стимуляции, а тебе нужно дополнительно стимулировать клитор, выбирай эту игрушку, бля, буду... Ах, 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 отличная! Очень круто стимулирует клитор, очень классно, тоже дает чувство на полности, потому что, ну, все-таки она тоже достаточно объемная. Очень мягкий, нежный, медицинский силикон, тактильная, пиздец какой приятный! А еще есть вот эта ручка замечательная, чтобы себя, извини меня, дручить! А еще, чтобы делать так... А еще, чтобы вешать на крючок в ванне, потому что игрушка водонепроницаемая, с магнитной зарядочкой. А еще есть очень много режимов для того, чтобы ты нашла свой подходящий, чтобы ты все-таки добилась своего оргазма. Короче, игрушка прям вау! Ау! Советую! Еще очень забавным фактом является то, что я подготовила разные, как бы, конкурсы с играми, которые я купила. И я накупила классных всяких подарков маленьких, чтобы, во-первых, и ребятам было интереснее играть, потому что ради чего-то всегда интереснее играть. Азарт такая штука. Вот, а еще я сделала такие мини-подарки для всех, кто собрался на мой день рождения, потому что, видимо, в силу возраста, когда ты даже зовешь людей за месяц или за два, определенно, точно они могут сорваться, потому что у них там планы, больницы, муж, кот, брат, сват, ребенок. И очень многие друзья, к сожалению, отказались прийти на мой день рождения в связи с какими-то планами и так далее. Я была немного расстроена. Вот, и я, когда все сели, уже все собрались за столом, я сказала то, что я очень рада, что эти люди есть в моей жизни, потому что, действительно, с очень многими людьми я дружу по 10 лет, по 15, и все эти люди, они очень близки моему сердцу. И это, действительно, не просто, как, знаете, знакомые, потому что я знаю тебя давно, потому что мы срали в один горшок. Это те знакомые, которые проходят со мной определенные этапы жизни, и даже если у нас меняется мировоззрение, мы сами меняемся, но мы меняемся параллельно, мы параллельно друг другу растем, никто не оказывается снизу, грубо говоря, в риске деградирования. Вот, и нам с друг другом постоянно интересно, мы друг друга поддерживаем. И я подарила всем очень классные мини-подарочки. Там были масочки для лица, потому что я знала, что после пьянки как бы это будет актуально. Все-таки 25, а моим друзьям еще старше, они еще старше. И плюс я подарила всякие гигиенички для губ, потому что сейчас зима, как бы губы трескаются, и всякую прочую вот такую вот милую классную ерунду. И, что самое забавное, на следующий день, когда к родителям пришли тоже гости, они меня тоже поздравили и купили тканевые масочки. Я обожаю тканевые масочки, блядь, господи, боже мой, это лучше. Когда я делаю себе тканевую маску, которая полежала в холодильнике, если я люблю ее на себя с утра, я чувствую, что я живу. А вы любите тканевые маски? Я живу сейчас с соседкой, и так как у нас очень классный, сбалансированный такой, как бы, коммуникейшн внутри нашего дома, я помимо того, что отношусь к ней просто как к сожительнице, я отношусь к ней как к подруге, я пригласила ее на свой день рождения. И очень забавно, когда мой брат подарил мне термос, она сказала то, что, ой, ну, видимо, сроднимся, Заюш, как бы. Он такой, ааа, мои родители, ааа, я такая, дааа, она мне подарила очень классный подарок. Короче, готовы, дети? Пизда. Пиздище. Она подарила мне этот стакан, а тут, короче, ну, во-первых, он выглядит максимально стилево, а тут есть трубочка, которую я даже еще не распаковывала, потому что я хотела показать это все вам. Вот такая вот трубочка. Также внутри есть вот такие вот кристаллики разных цветов, и там внутри вода, то есть их можно спокойно закинуть в морозилку, и будут вам такие кубики льда, которые можно положить, потом промыть, затем обратно положить в холодильник, в морозилку. Она презентовала мне этот стакан с учетом того, что она знает то, что я любитель пить воду из больших каких-то кружек, либо чай, прям максимально больших, я не вру, типа вот таких. И она говорит, я вижу, что ты бьешь из таких дома, поэтому я решила тебе подарить вот такой вот классный, стильный угрегат, потому что ты еще снимаешь видео, ты у нас блогерша, и поэтому, пожалуйста, вот, будешь такая стильная, яркая делать свои видосики. Учитывая то, что я покупала себе блендер, наверное, наконец-таки, нет, я начну делать себе смузи. И она купила эту штуку в моде, я думаю, все знают этот магазин, особенно те, кто живет в Москве, поэтому, блин, ну, это правда, это, блядь, пизда, как охуенно выглядит, ну, просто очень красиво! Я уже представляю, как летом я иду по пляжу, такая вся со своим стаканом, угу, и бью водку с рыбой. Не отдыхаю, дай бог, дай бог. И, помимо этого, она подарила мне вот такие вот блески, потому что она тоже знает, что я люблю блески, и, ну, в принципе, в моем без шести были блески. Да все знают, что я люблю блески, господи, хотя бы хоть как-то со мной контактировал. Собственно, это просто великолепнейший набор, восхитительный, вообще! Он выглядит вот так вот. И тут вообще разные блески. Сейчас я их всех нанесу на руку и вам покажу. Так, ну что, смотрите. Короче, тут есть шесть цветов. Вот это вот прям вообще восторг, восторг. Зимняя такая сказка. И у нее есть вот такие вот снежинки внутри блесток. А вот этот вот золотой я еще не тестила, не пробовала. Вот этот тоже только открыла. Розовенький, но он прям чудесный. Блин, жаль, что мне его не было, когда у меня были розовые дреды. Вот это вот, ну, такой классический, переливающийся, бесцветный. Голубой. Такой... Чемно-розовый. И все. Ну, это просто восхитительно! Я обожаю блески! Я была и так благодарна! Вы просто себе не представляете! Она еще засунула... Так как это тоже блески в виде треугольничка, она их пихнула в этот самый стакан. И я даже сначала не поняла. Я думала, просто стакан? Ну, типа, просто стакан? Это тоже потрясающе, потому что он очень глупый. А когда я увидела блески... Мне очень нравится бренд этих блесток, потому что у меня была уже одна штучка вот таких вот блесточек. Я ее достаточно долго использовала, и очень страдала, когда он закончился, потому что элементарно на любой макияж, чтобы как-то, ну, разнообразить и... Сеять! Сеять! А вот сюда куда-нибудь добавлять эти блестки, это было просто восхитительно! Поэтому очень рекомендую, если вы их найдете! Немного будет сбивчиво по хронологии событий, просто на мой еще день рождения мне подарила очень хорошая Ольга Прасак. Ольга это из команды Прасака, тоже секс-блогеры. Они мои учители, я их считаю, потому что я училась у них, в секс-блогах, когда только начинала свой карьерный путь, в писька-шопе. Но ее подарок отложу на потом, в самый конец, потому что я хочу с ее подарком сделать классный макияж и показать вам классный лайфхак, как рисовать очень круто стрелки, чтобы они точно получились ровными и четкими. А поехали дальше. Я устроила еще вечеринку, потом, по случаю моего дня рождения, ну, как, соединила вместе с одной тусой и сказала, все, кто хочет прийти, поздравить меня, поболтать, приходите. И пришла моя классная тату-мастерица. Мы сейчас работаем с ней, чтобы перекрыть мой рукав, и уже сделали одну классную татуировку на ноги. Она есть в моем инстаграме. И она мне подарила. Я все детство об этом мечтала. Все детство. Это волшебная палочка Силса Блэка. Я хотела сделать скетч, но я думаю, я уже не успею. Это будет в следующем видео. Если хотите, пишите, ставьте лайки, потому что мне уже пришла одна идея. Вот, это восхитительно, очень красивая палочка Силса Блэка. Он мой любимый персонаж. Я бы ему дала. Но взял бы Алион. Вот в чем вопрос. Короче. Ну, я не знаю, почему-то, когда мне досталась эта палочка, первое, что мне пришло на ум, это... Я убила Силса Блэка. Невил Долгопус. Как с мамой, с папой? Обожаю, обожаю. Лингардиум Ревесса. А не Ревесса. Бич. Мой маленький Поттероман очень счастлив. Очень. Также она пришла с еще одной моей подписчицей. Я ее не знала. Очень милая девочка. Прям такая, если ты смотришь это видео, ты очень милый пупс. Пожалуйста, будь такой же яркой и будь уверенной в себе, потому что это важно. Она мне подарила... Вот маленькую Ульяну мы уже порадовали, да? Палочка из Гарри Поттера. А теперь порадовали взрослую Ульяну. Сухим вином киншу Мараули. Раз, два. С сухим вином цинандали. Цинандали. Не быть мне кавистом, короче. Вот. Обожаю сухие вина. Белые, красные, розовые. Она мне подарила белое сухое вино. Потрясающе, круто, классно. Все, что нужно, как бы, я считаю, женщине, которая 25. Девушки. До 50 лет мы все девушки. После 50 мы девчонки. Также спустя несколько дней ко мне в секшоу пришел мой подписчик вместе с девчонками. Вот. Тоже подписчиками моими, я так полагаю. И они подарили, или он подарил. Я не знаю, просто они вошли, а я так застеснялась. И они подарили мне подарок. Это было так мило. Это, блин, это просто потрясающе. Короче, это полный разъек. Конечно, в моем без шести не было этого, но они подарили мне тапочки. Мягкие тапочки. Мягкие тапочки, это всегда топ. Я обожаю тапочки. Я дома хожу только в тапочки. Потому что они теплые. Но об этом история умалчивает. И они угадали с размером ноги. Или я где-то, может, об этом говорила. Но мой размер ноги это 40-41. Вот. Хотя бывает 39. Короче, тут хуй угадаешь. Это как хуй. От мороза он меньше. На жаре он больше. Короче, вот такие вот классные тапочки в форме зайчика. И они, наверное, куплены вот здесь. Вот, если вы хотите такие же. Вот, пожалуйста. Я просто, блин, они такие мягкие. Я счастлива. Ой, только что заметила. У них тут написано лаки. Блядь, какие они мягкие. Такие тапочки. Ну, ё-моё. Ё-моё. Ну, как бы модница, блядь. Зовите на ваши эти. Не секс, но пижамные вечеринки точно. И ещё была ещё одна волшебная палочка от Дамблдора. Бузинная палочка. Гарри Поттер! Гарри Поттер! Это ты бросал своё имя в кубок огня? Не жалей мёртвых, Гарри. Жалей живых. Особенно тех, кто живёт к себе. Ты волшебник, Гарри. Блядь. Да, да. Теперь, я считаю, теперь. Сто процентов. Тысяча. Я не выйду в прямой эфир, потому что со мной приедут, и я буду являться волшебницей. В мире, Гарри Поттер. Всем пока. Я считаю день рождения балдёжным праздником, потому что после дня рождения у вас появляется куча красивых пакетов, в которых вы можете потом дарить кому-нибудь другому подарки. Обычно, обычно, у меня есть один пакет с подругой, которая просто из года в год переходит от меня к ней, и от меня к ней. Такие дела. Подружка мне одна подарила вот такой вот патчи для глаз. А прикольные особо, я знаете, не вижу смысла в патчах, хотя, может, если их регулярно использовать, может быть, будет какой-то эффект. Но, учитывая то, что просто прикольные, когда с утра на твою опухшую ручку кладётся что-то холодное, это прям потрясающе всегда. Поэтому я очень рада была вот этим вот патчам. Они ещё какие-то особенные с чем-то из... А, они гидрогелевые с золотом, ну, то, что мне нужно. И экстрактом улитки. Какой экстракт выделяет улитка? Я не хочу даже думать об этом, но патчи, спасибо, классно, круто, замечательно. Если вы заметите, что у меня меньше стало мешков под глазами, значит, патчи реально работают. Я всегда говорю, если человек хочет, то найдёт способ вас обрадовать. Неважно, живёт он в другом городе, если у него деньги или нет, то что всегда можно занять. И, короче, моя подруга из Уфы, это бывший мой психолог, так вышло, что после терапии мы с ней очень круто сдружились. Мне она очень нравится по байбу, и я везумно благодарна за ту работу, которую мы с ней проделали. Благодаря ей я стала нормальной, избавилась от ужасных старых паттермов. И просто стала счастливой. И она на день рождения подарила мне подарки, то, что я тоже хотела, я скинула. Знаете, вот бывает такое, что ты видишь какую-то вещь, особенно если на озоне или ванбреску, боже, это просто чёрная дыра, из которой не надо можно выйти. Ты видишь какие-то определённые вещи, и тебе так жалко тратить на них денег, но ты их так хочешь. Если бы тебя попросил бы твой друг или твоя подруга купить этот товар, ты бы купил, тебе не жалко было бы, но на себя тебе жалко потратить деньги на это. Но, так как день рождения, я скинула ей ссылочки, и мне пришли эти товары. Это просто разъёб. Честно, честно, я их уже открыла, потому что я не могла, не могла ли посмотреть, и сейчас я покажу их вам. Лот первый. Готовьтесь, готовьтесь просто верещать и завидовать, сучки. Это шоппер с Шреком. Я обожаю Шрека, господи. Дайте мне Шрека в человеческом обличии, я выйду за него замуж. Классный шоппер, потрясающий, я считаю просто стильный, крутой. Это, блядь, разъёб. Дальше не менее крутой лот. Это носки со Шреком. Ну, ну, ё-моё. Ну, просто, извините. Это просто полное... Somebody won't stop me, the world is gonna roll me. Класс. Обложка на паспорт. Как вам такое? Как вам такое? Я вам спрашиваю вас. И чехол для телефона в стиле Шрека. Это просто потрясающие подарки, я обожаю Шрека. Хотите ли вы, чтобы я сделала макияж в стиле Шрека? Напишите мне, пожалуйста, в комментариях, потому что я считаю, должен быть стилистический такой образ в стиле фанаточки Шрека. Так, и теперь мы подошли к подарку от Оли. Он не менее прекрасен, чем все остальные, и все остальные не менее прекрасны, чем этот подарок. Ну, я просто люблю подарки, и это вообще все очень классно. Ребят, спасибо вам огромное, все те, кто меня поздравил, мне очень приятно, правда. Такие вот искренние эмоции. Короче, на мой день рождения она опаздывала, потому что я из года в год отмечаю день в день, 22 февраля, и не всегда это бывает выходной, как оказалось, потому что почему-то в детстве я думала, что это всегда был выходной, но во всяком случае в школьные годы. Но во взрослом оказалось нет, и она была на работе, и она сказала, что именно наконец-таки, наконец-таки пришли новинки. Это игрушки от компании Шунга. Шунгу я просто обожаю, вы это знаете, если вы смотрите мои обзоры. Это всякие интимные гели, крема, смазки и так далее, но они стали выпускать игрушки. Я видела их на выставке Эра Экспо, которая проходила в 2022 году, но я не успела заценить именно их вибрацию, мне было интересно, когда они выйдут. Вы только посмотрите на это, вы только посмотрите. Оля мне подарила одну из этих игрушек, она еще когда ее презентовала мне, она говорит, а можно доставать? Там сидели мои родители, я такая, нужно! Приобщаю людей к сексу, хорошему, новому и всякое такое. Вот, мне очень нравится сама коробка, она поистину прекрасная просто выглядит, плюс еще смотрите, ой, 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 как дорого-богато все, ой, ой, а не можем. Я выбрала вот такой вот мини-бенд, это даже нет, полноценный бенд. Бенды это массажеры для тела, изначально были придуманы, но умные женщины массировали не только спинку и делали себе не только антицеллюлитный массаж, они еще и по-настоящему балдели, давая себе оргазм. Короче, сам вот этот вот бенд выглядит вот так вот, просто потрясающе. Очень дорогое оформление, дорогой формат игрушки, он выглядит просто невероятно шикарно. Кнопочки все очень удобные, очень эргономичный дизайн, а по сути вот эта вот часть головки вибрирует, и вы можете спокойно делать себе массаж. Мне еще нравится изогнутость формы данной игрушки, чтобы как раз таки было удобно не руку нагинать, чтобы промассажировать себя, а достаточно, ну, просто вот так вот подить, и игрушка сама из-за загнутости своей формы будет стимулировать вас там, где надо. Кончила я пиздец от него быстро, просто в момент восхитительная, низкочастотная, глубоко проникающая вибрация, медицинский приятный свекло. Ну, в этой игрушке все, что нужно для вашей комфортной сексуальной жизни, вот. И отчасти я подумала о том, что вот эту часть, ручку, так как вибрация, в принципе, идет в основном только на головку, но тут она тоже передается ее, вполне себе можно вагинально в себя вести, использовать как вибратор. Но так я еще не тестировала, но это в теории так можно. Никто не запрещает, господи, боже мой, явитесь как хотите, главное, чтобы здоровью это не было плохо. Вот, поэтому, блин, просто потрясающе встретить такую игрушку, хотите себе ванг, хотите себе классную, клиторальную, сильную игрушку, хотите извиваться как змея от того, что вы настолько много будете кончать, покупайте обязательно, вот. А я перехожу дальше. Олечка, солнышко, если видишь это видео, спасибо тебе, моя сладкая конфетка. Она еще также подарила мне вот такой вот пукетик. Всем нужны пакетики классные? На этом все, пока. Нет, конечно, нет. А в пакетике было просто разъебный разъеб. Во-первых, это вот такая вот палетка с тенями. Так как мне нравится, как красится Оля, а она, ну, богиня, я думаю, она мне посоветовала все, что нужно. Вот, я ее открываю сейчас. Ой, ой, как красиво, ой, ой. Посмотрите, очень пигментированные классные тени, просто потрясающие. Это чистый секс. Это красота. Если вы хотите классные тени, рекомендую прям, ну, они очень пигментированные, очень прям, о, о, вот так вот. Также Оля подарила мне вот такую вот жидкую подводку, вот такой вот фирмы, компании. А она красного цвета. Я давно хотела красную подводку, чтобы делать, ну, всякие классные макияжи. Черная меня уже не устраивает. Она вот такая. Она, в принципе, кстати, классная. То есть, она пиздец какая нестираемая. Ей вообще плевать, что вы с ней будете делать вообще. Но, единственное, мне не всегда нравились вот такие вот подводки, потому что, мне кажется, они быстро высыхают. Но будем пробовать, будем тестировать. Я ей сегодня накрашусь. Также Оля подарила мне вот такой вот карандаш. Он такого фиолетового цвета. Очень прикольный. Тоже им обязательно накрашу глаза. Он тоже достаточно стойкий сам по себе. Круто. Прям круто. И цвет классный. А еще подарила две такие вот штучки-блестюшки. Но, как вы уже сегодня поняли, блестюшки я люблю. Она сказала то, что эти тени для век, а дуохром, они максимально по-разному раскрываются. То есть, вы сейчас... Блин, реально, на видео оно сейчас зеленое. Я вот так вот смотрю. Оно фиолетовое. Не знаю, бусты ли вида. Короче, очень странно. Потому что я сейчас смотрю, они фиолетовые для меня. Для вас зеленые почему-то. Она сказала, что их можно использовать как помаду. Почему нет? Они... Вот. Переливающиеся. Перламутровые. Прикольно. Я обязательно сделаю с ними макияж. А еще вот такой вот у нас есть классный шинер. Золотистый. Ну все, пипец. Я обожаю. Я обожаю блестки. Господи, в любом-любом их... Спасибо. Просто по-человечески спасибо. И в заключительном фрагменте своего видео я хотела вам показать классный годный лайфхак, как классно и круто нарисовать четкие стрелки и недолго ебаться с их оформлением. Так, я надеюсь, будет видно. Красоточка моя. Итак, мы берем что угодно, чем вы будете рисовать свои стрелочки прекрасные. Вот. И смотрим на свой прекрасный глаз. И ставим точку вот тут вот. В конце глаза. Вот тут вот. Да. И ставим точку вот тут вот. То есть на сгибе глаза вы ставите две точки. Вот так. И соединяете их в линию. Дальше вы делаете треугольник. Вот такой. Ну, красивый, острый. Вот. Потом вы проводите линию уже к глазу. Образуете поначалу. Эта линия может быть настолько длинная, насколько вы хотите. Я обычно для середины глаза провожу. Вот. И, соответственно, закрашиваете ваш треугольник. Вот таким образом у вас получается, в принципе, идеальная стрелка. Да. 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 Проводите ее как угодно по длине вашего глаза. Вы можете сделать ее вверх, треугольник. Это уже зависит от вас. Но, собственно, типа, самый рабочий момент, лайфхак, я вам показала. Со вторым глазом мы сейчас проделаем то же самое, чтобы я вам показала, что лайфхак действительно рабочий. И стрелки получаются ровные, потрясающе, прекрасные. Вот. Соответственно, еще раз ставим точки. Делаем треугольник. Ну, сравниваем постоянно две стрелки, да? Я уехала немного дальше. На этот случай у нас есть потрясающая штучка, как ватные палочки. Просто подровняли, все ок. Если что, я не профессиональный визажист, я просто делаю, как умею, как сама научилась, по лайфхакам, по тому, что я постоянно пробовала, ошибалась, мне не нравилось или нравилось, и, соответственно, изучала свою геометрию лица. Вот. Ну, и, собственно, смотрим. Типа, стрелки-то сами по себе. Ровные. Лайфхак рабочий. Сейчас доделаю макияж быстро. Если вы хотите полноценное видео, как я делаю макияж, я вам покажу и вернусь к вам. Еще вспомнила годный лайфхак, короче, с губами, которыми я пользуюсь. Блядь, ты охуел. У меня упала половина карандаша. Блядь! Она бросила меня. Короче, это не важно. Мы рисуем губы. Не важно, как это вы делаете. По сути, нужно, короче, сделать контур. И подкрашивайте немного сами губы, ближе к центру. А дальше вы берете любой другой карандаш, помаду, неважно. И проводите к центру это все. И получаете охуенный градиент. Ну и, собственно, такие вот стрелки у меня получились. Мне кажется, они ровные, мне кажется, они крутые и безданные. Вы можете делать их в зависимости от того, насколько вы хотите, чтобы они были длинные, классные, там, не знаю, острые, крутые. Все сами делать и проводить линию, как вам угодно. Вот, просто такой лайфхак, он просто рабочий способ, нежели чем изначально рисовать от начала глаза туда, выводить стрелку. Мне проще делать теперь так. Это прям крутой лайфхак, и я теперь им пользуюсь. Я нашла его в ТикТоке. Если вам понравилось мое видео, пожалуйста, ставьте лайки, комментарии, подписывайтесь. И пишите, классный ли формат, понравился ли он вам, вот такого вот мини-вложка о моей жизни, чуть-чуть больше обо мне. Я вас жду, короче. Спасибо вам огромное за просмотр.